Остановят ли в Крыму попытки застроить Гурзуфский парк? Новый виток судебных разбиратель в деле скандальной застройки закладывает так называемая прокуратура Крыма. Наталья Поклонская заявляет, что ведомство подготовило иск в суд о расторжении трехстороннего договора о строительстве в Гурзуфе фитоцентра. А ялтинские власти спустя четыре месяца после начала скандала до сих пор этого сами не сделали. Напомним, в июне этого года фирма «Гурзуфский Бриз» без предупреждения местных жителей вырубило 150 деревьев на склоне парка-поселка. Атласские кедры, кипарисы, крымские сосны посельчане высаживались здесь сами 60 лет назад, пытаясь защитить землю от оползня. Валить деревья начали в выходной день в сумерках, ради того, чтобы возвести на этом месте фитоцентр, фактически же кафе. «Увидели, что сносят и валят наши люди, увидели, что сносят. Мы прибежали сюда, у нас было восемь женщин. Мы бросались под этот камаз, груженный ветками. Трактор стоял бульдозер, который тут же шел, заравнивал эти пеньки. Корни вырывали. Нас, конечно, тут и матом, они нас приняли как хозяева». После состоявшейся встречи с жителями «Гурзуфа», самопровозглашенный глава Крыма Аксенов пообещал застройщику прокурорскую проверку. Та действительно состоялась. По ее итогам служба госстройнадзора отменила разрешение на строительство. Решение об отмене приняла и Ялтинская администрация. Но ООО «Гурзуфский Бриз» решила добиться застройки через суды. Еще летом ее представители прямо заявили об этом посельчанам. «Сегодня приехал юрист, представитель Москвы. Как нас пугают некоторые граждане о том, что суды будут вестись три года, а мы дураки и должны согласиться на строительство площадок или же фитоцентра. Это же все прекрасно, для красоты». Мы задали вопрос застройщику, что такое фитоцентр. Она нам сказала, это кафе вкусной и здоровой пищи. Застройщик настойчиво добивается своей цели. Для этого подал ряд исков. ООО «Гурзуфский Бриз» уже выиграла суд первой инстанции против Ялтинской администрации. Так называемый арбитражный суд Республики Крым признал незаконным решение администрации Ялты об отмене предоставления застройщику участка. В процессе рассмотрения судом и другие иски Гурзуфского Бриза против комиссии по исследованию зеленых насаждений против службы Госстройнадзора. Отказ в приеме дела к рассмотрению он получил только в отношении иска против прокуратуры Ялты. Так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская на странице Facebook заявляет, что ее ведомство будет ставить в суде вопрос о признании недействительным договора о совместной деятельности по строительству фитоцентра между коммунальным предприятием, постсоветом и ООО «Гурзуфский Бриз». В качестве обеспечительных мер планирует ходатайствовать о запрете строительных работ на спорном участке. По словам Поклонской, подготовленное и представление в адрес Андрея Ростенко в связи с бездействием возглавляемой им так называемой администрации Ялты в вопросе прекращения незаконного строительства и из-за ненадлежащего осуществления муниципального земельного контроля. Напомним, ООО «Гурзуфский Бриз» оформила бумаги на застройку в марте 2014 года. Кто инвестирует деньги в стройку в Гурзуфском парке, застройщик информацию не раскрывает. Известно только, что речь идет о московском бизнесе.